друзья всем привет это дмитрий из лемон авто кто меня еще не знает как и обещал записываю сегодня видео о том как мы платим в китае через банк деньков за автомобиль буквально в течение нескольких минут вы все поймете для тех кто не знает как это делать ничего сложного нет соответственно смотрите пожалуйста видео я постарался максимально подробно все объяснить итак друзья нам нужно совершить вход в личный кабинет деньков вводим соответственно номер телефона пароль у меня каждый раз он просит придумать какой-то код но собственно каждый раз придем все значит вошли в личный кабинет и здесь там дальше нужно выбрать дебетовую карту нажимаем на нее переходим и здесь соответственно также нужно выбрать вот этот вот пункт в меню и выбираем карты тинькофф black дальше соответственно все действия выбираем добавить счет в новой валюте ну и собственно выбираем валюту китайский юань и нажимаем открыть счет все счет у нас есть теперь переходим к вопросу покупки китайских юаней по биржелобу курсу в тинькофф инвестициях значит как регистрироваться в тинькофф инвестициях я показать сейчас не смогу потому что у меня на обоих моих аккаунтах собственно регистрация уже пройдена но ничего сложного нет кликайте сверху по стрелочке как показано на тинькофф инвестиции и собственно переходите если вы не зарегистрированы то регистрируйтесь если зарегистрированы то смотрим дальше что мы делаем так перед покупкой я всегда сначала захожу через поиск смотрю на курс китайского юаня си н вай нажимаем видим во первых курс нажимаем кнопочку купить и вводим интересующую нас сумму для чего для того чтобы посмотреть итоговую цифру рублях которая нам потребуется теперь соответственно нам нужно пополнить брокерский счет все действия пополнить счет указываем сумму на которую мы хотим его пополнить нажимаем пополнить собственно все брокерский счет пополнил далее снова переходим в раздел китайского юаня выбираем нам нужную сумму нажимаем кнопочку купить и все гуаля покупка совершена я немножечко ошибся суммой вот как раз таки еще добил недостающую сумму опять же купить и собственно докупил нужное количество юаней вот у меня по итогу оказалось 42 120 юаней на счету почему 42 120 юаней я хотел заплатить соответственно 42 тысячи а 120 юаней это комиссия тинькофф за перевод в юанях соответственно я сразу покупаю на биржевому курсу на 120 юаней больше чтобы сразу хватило еще и на эту комиссию итак друзья смотрите день в день вывести юани с биржевого курса обратно на карту тинькофф было в юанях невозможно то есть с биржи можно выводить только на следующий рабочий день потому что биржа сначала должна закрыться по итогам сегодняшнего дня соответственно только завтра можно что-то делать с этой валютой итак заходим снова в тинькофф на следующий рабочий день значит выбираем опять тинькофф инвестиции наш брокерский счет далее нажимаем вкладку развернуть выбираем вывод средств ну и собственно вводим то количество денег которое нам нужно вывести нажимаем кнопочку вывести все деньги вышли на счет тинькофф вот можете сравнить курс биржевой с курсом в банке итак теперь давайте перейдем к этапу оплаты инвойса заходим в личный кабинет тинькофф выбираем вкладку все действия нажимаем оплатить затем перевести и соответственно выбираем свифт перевод и так далее у нас открывается страничка свифт перевода в верхнюю строку нужно ввести расчетный счет ниже свифт код банка получателя это мы собственно берем из нашего инвеса просто копируем и соответственно вставляем в личный кабинет тинькофф все нажимаем кнопочку далее из всплывающего списка выбираем оплату товаров и услуг нажимаем кнопочку далее теперь нам нужно запомнить информацию по переводу значит первый пункт это наименование компании куда мы платим это мы также берем из инвойса далее нужно указать назначение платежа на английском языке мы указываем значит payment for a car то есть оплата за автомобиль затем указываем номер контракта номер инвойса и дату теперь выбираем счет списания и указываем сумму которую мы хотим оплатить дальше нужно подгрузить документы обязательно контракт и инвойс важный момент контракт теперь нужно подписать и отправить именно скан подписанный раньше требовалось просто в pdf загрузить можно было без подписи нажимаем кнопочку перевести вводим код из sms и собственно все наш платеж проведен осталось только скачать квитанцию и отправить нам спасибо большое за внимание по любым вопросам обращайтесь буду рад помочь всего доброго спасибо 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 спасибо